При запуске программы Киперклассик откроется окно WebMoney Киперклассик Вход. В поле WMID введите ваш WM-идентификатор, который был вам присвоен при регистрации, и пароль, который вы установили для входа в программу. Нажмите кнопку ОК. Программа подключится к серверу сертификации и перейдет в состояние онлайн, после чего вы можете с ней работать, производить операции в системе. Главное окно программы WebMoney Киперклассик состоит из главного меню и четырех закладок главного окна – Корреспонденты, Кошельки, Входящие, Мои, Вебмани. Пункт главного меню – Меню – Содержит список всех услуг, предоставляемых сервисом WebMoney. Пункт Инструменты содержит два подпункта – Параметры программы и Информация о себе. В окне Параметры программы вы можете изменить настройки работы с программой и параметры безопасности. В окне Информация о себе вы можете просмотреть всю информацию о себе как о пользователе сервиса WebMoney. Пункт главного меню – Помощь – Содержит ссылки на интернет-ресурсы, где вы можете осведомиться по всем интересующим вас вопросам. Под главным меню находится информационное окно, в котором отражается ваше имя, WM-идентификатор, бизнес-уровень, уровень кредитного доверия и количество титульных знаков в ваших кошельках. Теперь более детально рассмотрим закладки главного окна. Закладка главного окна Корреспонденты содержит список корреспондентов, с которыми вы обменивались титульными знаками, счетами и сообщениями. Каждая запись списка корреспондентов содержит следующую информацию – имя корреспондента, его WM-идентификатор, бизнес-уровень и лимит доверия. Окно корреспонденты содержит следующие кнопки. Кнопка «Найти» открывает окно «Найти корреспондента», в котором вы по WM-идентификатору, номеру кошелька или имени контакта можете найти корреспондента и добавить его в свой список корреспондентов. Кнопка «Передать WM» открывает окно «Передать WebMoney», в котором вы можете совершить перевод средств с кошелька на кошелек. Кнопка «Выписать счет» открывает окно «Выставить счет к оплате», в котором вы выбираете, кому выставить счет и на какую сумму. Кнопка «Меню» открывает контекстное меню, в котором находятся все действия, которые возможны при работе с корреспондентом. Выделив корреспондента в списке и нажав правую кнопку мыши, также можно вызвать контекстное меню по работе с корреспондентом. Закладка главного окна «Кошельки» отражает список всех ваших кошельков и содержит следующие кнопки. «Создать» для создания WM-кошелька. «Пополнить» для пополнения WM-кошелька титульными знаками. «Передать WM» открывает окно «Передать WebMoney», в котором вы можете совершить перевод средств с кошелька на кошелек. «Меню» открывает контекстное меню, в котором находятся все действия, которые возможны при работе с кошельком. «Контекстное меню для работы с кошельком» можно вызвать, выделив кошелек в списке и нажав правую кнопку мыши. В закладке главного окна «Входящее» отображаются сообщения и счета к оплате, которые вам пришли. В окне всего три кнопки. «Убрать», «Удалить выделенное сообщение или счет». «Убрать все», «Убрать все сообщения и счета в окне». «Меню» открывает контекстное меню, в котором находятся все действия, которые возможны при работе с сообщениями и счетами. Выделив сообщение или счет в списке и нажав правую кнопку мыши, вызывается контекстное меню по работе с сообщениями или счетами. В окне «Мои веб-мани» находятся полезные ссылки, при нажатии на которые в вашем браузере откроется сайт с интересующей вас информацией. Также в этом окне находятся три кнопки, при нажатии на которые в вашем браузере откроются сайты со следующей информацией. «Вики» — сайт со справочной информацией о работе с программой «Киперклассик». «Обучение» — сайт с обучающими демороликами по работе с «Киперклассик». «Справка» — на этом сайте есть возможность поиска по справочной системе WebMoney и ссылки на ответы на часто задаваемые вопросы по сервису.